Проходит акция по поводу ознакомления граждан с социальным контрактом в городе Пензе. Вот скажите, вы что-то слышали об этом? Ну да, слышала. Социальные контракты на дом. Специалисты городского соцуправления совершают поквартирный обход, чтобы рассказать пензенцам о том, кто может рассчитывать на такую меру поддержки и при каких условиях. Соглашение можно заключить по одному из нескольких направлений. Трудоустройство, выход из трудной жизненной ситуации, создание личного подсобного хозяйства или открытие собственного дела. Последний вариант как раз обдумывает многодетная мама Клавдия Кунгу. Детишек четверо про социальный контракт тоже слышала, немножко ознакомлены, соцзащиты нас уведомлили за это дело. Ну, как бы самозанятости хотим, ну, пока. Там уже все видно, посмотрим, когда подрастем уже. Пакет документов, обучение, все нужно, как бы, и что потом уже после обучения с пакетами документами, так же самое и работать уже, как официально. К примеру, на открытие своего дела можно получить от государства до 250 тысяч рублей в зависимости от бизнес-плана. Заключить социальный контракт могут трудоспособные жители области, чей доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Взамен государства давать ничего не нужно. Денежные средства являются безвозвратными. Но для этого граждане должны соблюдать ряд требований и условий. Собственно говоря, это покупка оборудования, материалов и реализация. В Пензенской области за несколько месяцев в практике социальных контрактов их заключили порядка двух тысяч человек. Соглашения подписаны на сумму почти в 192 миллиона рублей. 115 из них уже перечислены получателям.